Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. В Самаре продолжает действовать режим самоизоляции. При этом режим ограничений особенно важно соблюдать пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями. Что делать пожилым, у которых нет родственников, либо родные находятся далеко и не могут помочь? Куда обращаться людям и предприятиям, которые хотят помочь гражданам, оказавшимся в сложной ситуации? Как не стать жертвой мошенников, которые представляются работниками службы социальной поддержки? В нашей студии Ирина Гриднева, заместитель руководителя департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации городского округа Самара. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете задавать нам свои вопросы. Телефон в студии 202-11-22. Ирина Николаевна, добрый вечер. Рад вас видеть. И спасибо, что нашли время, которого сейчас у вас, насколько я знаю, очень-очень немного. Добрый вечер. Ирина Николаевна, в связи с высоким порогом заболеваемости в органах опеки и попечительства приостановлен личный прием граждан. Это понятно, объяснимо. Сейчас необходим режим самоизоляции для того, чтобы приостановить ту ситуацию, которая складывалась в последнее время. Ситуация экстремальная. Это объяснимо. Но что делать людям, которым необходимо подать документы для того, чтобы решить вопросы с имуществом ЖКХ? Потому что ваше ведомство в определенных ситуациях не обойти, я бы так сказал. Да, конечно. Наше ведомство действительно очень важное. Поэтому в соответствии с постановлением губернатора, с 6 апреля у нас организован прием граждан только по предварительной записи, конечно же, по каким-то неотложным ситуациям и вопросам, которые необходимо гражданам решить. Как записаться? Каким образом? Что для этого нужно? Значит, конечно же, учитывая ситуацию, которая сейчас у нас происходит, желательно получить консультацию по телефону. Ни одно обращение не остается без внимания. То есть мы всегда отвечаем на все вопросы. Но в случае необходимости нужно позвонить по телефону. Но могу сейчас один телефон озвучить. Это телефон нашей приемной. 332-24-49. Вы всегда можете сюда позвонить, уточнить район проживания, телефон и адрес отдела, в который вам нужно будет обратиться. Специалист вам продиктует номер. Вы запишетесь и в соответствии с предварительной записью нужно будет подойти и получить всю необходимую информацию и помощь. Ирина Николаевна, мы живем в цифровую эпоху. Электронно каким-то образом это можно решать? Да, конечно. У нас на сайте департамента и вообще в социальных сетях размещена информация наших электронных адресов, наших всех аккаунтов. То есть адреса социальных сетей тоже у нас все есть. Можно обратиться через Твиттер, пожалуйста, да. Можно написать нам на электронную почту. Поэтому, пожалуйста, на любое обращение мы всегда отвечаем. Ну, я бы, кстати, отметил вашу группу ВКонтакте. Я сам не так давно подписался на нее. То есть она весьма живая, активная. И я так понимаю, там тоже быстро отвечают на вопросы, которые задаются. То есть можно, в принципе... Да, совершенно верно. И группа ВКонтакте, и Фейсбук. То есть у нас, в общем-то, практически вся социальная сеть работает. Кстати, а когда вы успеваете? Потому что, вот знаете, вопрос ведь сейчас очень сложный. Несмотря на то, что происходит, ваши сотрудники должны решать все те задачи, которые они и раньше решали. Это же, ну, целый механизм. У вас есть своя логистическая служба. То есть люди с ограниченными возможностями должны получать то, что они всегда получают, несмотря вот ни на что. Вообще люди сильно устают, скажите? Вы знаете, как я скажу, наверное, вот все, кто пришел работать в нашу службу и не ушел через очень короткое время, это все неравнодушные люди, которые действительно готовы работать на, так сказать, пользу и приносить пользу и помощь нашему населению. У нас абсолютно каждый сотрудник работает практически 24 на 7. Поэтому все сотрудники готовы всегда прийти на помощь в любое время. Потому что я обратил внимание, ведь когда, допустим, ну, привозят людям, допустим, там, какое-то имущество, очень часто бывает, что даже помочь некому. И ведь поднимают, поднимают на этажи. То есть приходят, делают ту работу, которую, в принципе, они делают, наверное, не очень-то и обязаны по должностным обязанностям. Я правильно понимаю? По должностной инструкции. Вы знаете, очень приятно, что ни разу ни от одного сотрудника, допустим, мы не услышали, это не входит в мои должностные обязанности. Я не должен этого делать. Я не могу, я не хочу. То есть любая просьба, должностная эта обязанность. Или просто человеческая просьба. А даже в нерабочее время не остается у нас без отклика. То есть мы всем помогаем. Вот такие люди у нас работают. Ирина Николаевна, есть звонок, поэтому давайте послушаем нашего зрителя. Алло, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. 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 Скажите, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Татьяна Александровна. Да, Татьяна Александровна, слушаем вас. У меня вот какой вопрос. Я инвалид второй группы, колярчкин. Это Галина Александровна. И вот неделю тому назад, уже когда карантин был, мне пришло письмо из социальной службы, чтобы я подала документы для компенсации на жилье. Но документы я уже подавала, это было еще в 15-м году или в 16-м, когда я проходила первый раз ТЭК. И вот сейчас мне опять надо подавать эти документы. Как вот мне быть, как сейчас вот. Галина Александровна, если у вас действительно вопрос срочный и не требует отлагательств, мы готовы сейчас записать ваш телефон. Специалист завтра с вами свяжется и обязательно поможет решить ваш вопрос. То есть сейчас не вешайте трубку, с вами специалист департамента пообщается и постарается вам помочь. Ирина Николаевна, у нас есть сюжет, я предлагаю его посмотреть, а затем мы с вами продолжим нашу беседу, сюжет касается следующего вопроса. Самарские волонтеры спешат на помощь. Город присоединился к всероссийской акции «Мы вместе». В колл-центре работают десятки добровольцев, чтобы вовремя помочь тем, кто находится в самоизоляции. За смену операторы принимают полсотни звонков. Пожилые и маломобильные люди просят купить продукты, лекарства, а также просят ответить на интересующие вопросы. Вопросы самые различные. От симптомов коронавируса до того, как работают бани, когда откроются различные заведения. По всей имеющейся информации можем проконсультировать. Все обращения направляют во внутригородские районы, где созданы филиалы городского штаба, откуда добровольцы оперативно доставляют заказы. Также волонтеры могут помочь оплатить услуги ЖКХ. Волонтер может взять наличные средства у человека и через свой телефон здесь же провести платеж, если это необходимо, показать все чеки. Обязательно все чеки предоставляются самому человеку. Нам волонтеры обязательно фотографируют все этапы проведения операции. При обращении на горячую линию человеку сообщают номер заявки. Его нужно запомнить и записать. Чтобы обезопасить себя от возможных мошенников, необходимо удостовериться, что у волонтера есть специальный бейдж и документ, удостоверяющий личность. Кроме того, придя по адресу, волонтер обязан сообщить заявителю номер обращения. Оставить заявку на горячую линию можно по телефону 998-6707 с 8 утра до 20 часов ежедневно, в том числе и в выходные дни. Ирина Николаевна, в Самаре продолжает действовать режим самоизоляции. При этом режим самоограничения особенно важно соблюдать людям пожилым, людям с заболеваниями, то есть тем людям, которые оказались в зоне риска, потому что у них ослаблен иммунитет. Что делать тем пожилым и тем людям с ограниченными возможностями, у которых родственников нет, либо они по каким-то причинам далеко не могут им помочь? Ну, конечно же, начну с того, что призываю всех оставаться по возможности дома и только в случае необходимости выходить на улицу. В связи с этой ситуацией, которая у нас сейчас сложилась, со 2 апреля на территории города открыт городской волонтерский штаб, который принимает заявки от пожилых граждан, маломобильных граждан и готовы волонтеры доставлять продукты, лекарства и также проводить в режиме онлайн оплату ЖКХ, если действительно там необходимые сроки уже подошли по оплате. Вот телефон уже прозвучал, в общем-то, в сюжете, но я хотела бы подчеркнуть, что наш телефон работает с 8.00 до 20.00. Также вы можете обратиться на телефоны федеральной горячей линии, это 8 800 234 11, на телефоны региональной горячей линии 8 800 205 78 63, и телефоны федеральной горячей линии работают круглосуточно. Заявки с федеральной и региональной линии передаются в наш городской штаб и обязательно подлежат исполнению. То есть все заявки исполняются в течение 24 часов с момента обращения. Ирина Николаевна, скажите, а кто обычно работает волонтером? Вот опишите такой средний портрет, если, конечно, такой средний портрет вообще возможен. Ну, это обязательно, конечно же, житель не моложе 18 лет и не старше 60 лет, с учетом того, что, в общем-то, люди старше 60 у нас входят в группу риска. Соответственно, неравнодушные люди, которые должны зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф, это обязательное условие. После того, как они проходят регистрацию, их проверяет служба безопасности для того, чтобы исключить какие-то мошеннические действия и так далее, волонтеры у нас не должны иметь судимости и привлекаться к уголовной ответственности. Вот такие требования мы выставляем. Ну, это, в общем, справедливые требования. Скажите, а много у нас вообще неравнодушных людей, то есть вот людей, которые в трудную минуту готовы тратить свое личное время, силы и помогать другим людям? Вы знаете, хочется отметить, что действительно таких людей много. То есть в трудную минуту мы на самом деле добрый народ, мы сплачиваемся, мы действительно готовы помогать. Да, это, знаете, очень приятно, вот даже до мурашек, что очень много звонков, очень много обращаются и физические лица, и предприятия, то есть и юридические лица, предлагают свою помощь, услуги. Очень много людей звонят и говорят, вот я нахожусь на самоизоляции, но у меня есть машины, я готов там обслужить какое-то там количество заявок. Мы разъясняем, что, пожалуйста, зарегистрируйтесь на сайте, как только вы пройдете регистрацию, автоматически вносится в базу волонтеров этот человек, да, и мы уже можем со спокойной душой отдавать ему заявки, которые поступают в наш городской штаб, на исполнение. А на каких условиях обычно волонтеры работают? То есть вот сколько времени, там ограниченный рабочий день, там что-нибудь? Ну, конечно, это условия, так сказать, добровольчества. Поэтому, может человек исполнить одну заявку? Пожалуйста, одну заявку. Может человек отработать, допустим, три заявки? Пожалуйста, три заявки. То есть это все у нас, в общем-то, в режиме отрабатывается таком, чтобы это было удобно и волонтеру, и штабу, и, соответственно, гражданину, который оформил эту заявку. На сегодняшний день волонтеров достаточно или их уже не хватает? И как вы их вообще находите? Волонтеров у нас, в общем-то, достаточно, но звонков сейчас поступает очень много. А сейчас у нас уже более ста, в базе более ста волонтеров, вот именно... На территории городского округа Самара. Да, потенциальных, которые готовы сейчас отрабатывать заявки. Заявки у нас, в общем-то, отрабатываются, укладываемся мы в сроки. Поэтому, ну, если нам поступают звонки, опять же, от неравнодушных граждан, мы с удовольствием их консультируем, рекомендуем зарегистрироваться на сайте и всех вносим в свою базу. Кстати, в дальнейшем каким-то образом планируете использовать эту базу? Она ведь очень ценна, это люди, которые готовы... Конечно, эта база, понимаете, использовалась и на чемпионате мира, когда у нас проходил здесь чемпионат мира. Эта база у нас использовалась. Эта база нам пригодилась в прошлом году, когда мы подключали и переключали людей на цифровое телевидение. Тоже же заявки исполняли волонтеры. Да, для пожилых людей это же очень сложная, на самом деле, история. Поэтому очень важно, и мы гарантируем, что у нас база пополняется. Я сейчас говорю только о тех волонтерах, которые непосредственно работают у нас на заявках. Конечно, их намного больше у нас в Самаре. Но те, кто готов сейчас обслуживать заявки, вот потенциальных 100 человек у нас есть. И, соответственно, все время идут звонки. Я предлагаю посмотреть сейчас еще один сюжет. Он тоже касается вот этой темы, этой проблемы. И затем мы продолжим наш разговор. Спасибо. Выкройки и технологию, как самостоятельно шить медицинскую противовирусную маску, Наталья легко нашла в интернете. Марлю и Вату привезли активисты-волонтеры. В ход можно пустить любую плотную ткань, которая есть дома. Например, хлопчатобумажную. Можно бывшую в употреблении. Ведь после того, как маска готова, ее все равно дезинфицируют. Стирают и гладят горячим утюгом. На пошив одного изделия уходит 20 минут. Я шью из трикотажа, потому что, во-первых, он у меня есть. Во-вторых, она более на лицо садится, более удобно. То есть вот она такая готова. Вот такая. В ней я хожу сама на улицу в магазин. И такие же дочные я шила сыну, снохе, соседке, подружке. В общем, всем. Вот. Я тоже взяла из интернета эту выкройку. Но ничего сложного нет совершенно. Это может сделать каждый. Над спецзаказом трудятся на дому три волонтера серебряного возраста. Первая партия – 100 штук. Средства индивидуальной защиты, многоразового использования, нужны добровольцам, чтобы продолжать оказывать помощь пенсионерам и нуждающимся самарцам даже во время карантина. За день успевают шить 15 масок. Можно больше, рассказывают портнихи. Но бытовые швейные машинки не выдерживают нагрузки фабричного производства. Часто приходится останавливаться и делать техобслуживание. А время не ждет. Помощь самарским пенсионерам, которые находятся в изоляции, нужна каждый день. Ирина Николаевна, итак, мы с вами сами видели. Есть люди, есть предприятия, которые готовы помогать не только физически, то есть не только разносить покупки, не только помогать провести платежи, но и которые готовы поработать, которые готовы материально помочь. Вот на сегодняшний день те предприятия и те люди, которые готовы это сделать, для людей, оказавшихся в сложной ситуации, им куда обращаться? И как их объединить усилия, чтобы максимально эффективно использовать? Обязательно у нас нужно позвонить на горячую линию. То есть это 998, многоканальный наш городской телефон. 998-6707. Заявить о себе. То есть записываются все контакты этого человека или предприятия, вдруг если нам звонят. Получается обратная связь у нас. Мы обязательно перезвоним. Уточнее, какую помощь готов оказать нам граждане, либо предприятие, связываемся. И сейчас, вообще сегодня, мы завели себе уже реестр, так скажем, тех людей, которые нам готовы помогать. Обязательно с ними связываемся, рассказываем, что нужно, как сделать. А что такое этот реестр и в чем вот его необходимость, в чем его силы, скажем так, в чем он ценен? Потому что вот мы увидели в сюжете, женщина может шить повязки. Да, которые сейчас у нас, в общем-то, в дефиците. Которые сейчас просто страшный дефицит, на самом деле, ими спекулируют. Мы видели множество, знаем, к сожалению, множество разных случаев. Человек готов их предоставить. Вот как сделать так, чтобы, с одной стороны, она их сделала максимально много, ну и, с другой стороны, передать эти повязки тем, кто в них максимально нуждается? У нас есть ответственные сотрудники, которые понимают, что такое категория нуждающихся людей. То есть, допустим, вот если бы эта женщина сейчас позвонила к нам на горячую линию, мы бы записали ее контакты, обязательно бы с ней связались, уточнили количество масок, которые она может нам предоставить. Может быть, у нее есть пожелание, кому бы она хотела эти маски предоставить. Может быть, она сказала бы, это хочу, чтобы это были люди, я не знаю, старше 80 лет, старше 60 лет. Или там это обязательно, допустим, условие, что это люди-инвалиды будут. Обязательно, конечно, прислушиваемся к их просьбам, но у нас есть сотрудники, которые отвечают за одиноко проживающих граждан, которым также можно позвонить и уточнить, нуждаются ли они в этих повязках или нет. То есть, и, соответственно, составляется реестр, кому предоставить эту помощь. И обязательно адресная помощь у нас оказывается по тем заявкам, которые к нам поступают. То есть, соответственно, можно обсудить с человеком или с организацией, которая оказывает материальную помощь, предметно, кому они, ну, скажем так, раз это их некий жест доброй воли, кому они считают необходимым, ну, или наиболее полезным передать эту помощь. То есть, это могут быть люди одинокие, это могут быть люди, ну, престарелые, там, старше 85-ти или там 80-ти лет, например, и так далее. Правильно понимаю? Да, да. Ну, допустим, вот к нам сейчас обратился Яндекс.Такси. Они готовы на безвозмездной основе предоставлять нам машины для волонтеров, которые развозят продукты. Ну, это же, да, великолепно. Допустим, Самара, Автогаз, который у нас ездит сейчас на общественном транспорте, вот маршруты обслуживает. Они также готовы бесплатно возить наших волонтеров. Поэтому много, конечно, могу примеров сейчас приводить. Кстати, я видел сюжет на нашем телеканале о том, что людей кормить готовы, которые работают волонтерами сейчас. То есть, ведь есть и такие случаи. Да. То есть, есть индивидуальные предприниматели, которые держат рестораны, кафе, также заявляют о себе и говорят, что мы готовы, допустим, там, кормить определенную категорию, там, либо пенсионеров, либо, там, многодетных, малоимущих семьи. Мы готовы развозить горячие обеды ежедневно. Допустим, на территории Красноглинского района у нас индивидуальный предприниматель обеспечивает хлебом, там, сто с лишним человек. Да, вы понимаете, я говорю, настолько это приятно, вот прям до мурашек, что весь город у нас сплотился, и помощь каждого бесценна. Поэтому мы с удовольствием ждем на наш телефон все звонки и заявки, которые у нас готовы озвучить наши жители. Вот вы сейчас сказали интересную фразу, категория нуждающихся. А что такое категория нуждающихся? Просветите, мне вот просто даже интересно. Вы знаете, это очень, конечно, широкое понятие. Ну, допустим, это маломобильные граждане, которые действительно ограничены в своем передвижении. То есть это одна категория? Это одна категория. Допустим, пенсионеры, люди 65+, это следующая категория. Там ветераны, участники войны, одинокопроживающие граждане, да. Дальше, допустим, малоимущие семьи. Ну, к примеру, вы же прекрасно понимаете, что у нас многие работали на рынках, да. Да. И сейчас там эти люди остались без работы. Да. У этих людей есть дети, и они остались без средств к существованию. Это, опять же, определенная категория семей, которым мы тоже помогаем, тоже с ними созваниваемся и по сильной помощи оказывают и волонтеры, и мы со своей стороны. Кстати, в таком случае вопрос. Вещи можно принести куда-то и передать вот тем семьям, о которых вы сейчас сказали? Пожалуйста, опять же, звоните вот на этот наш многоканальный телефон, оставляйте свои координаты. С каждым из вас обязательно свяжутся и решим. Потому что ведь для многих это на самом деле окажется выходом. Просто то, что вы сейчас назвали, меня натолкнуло. Повощь каждого для нас бесценна. Поэтому, пожалуйста, звоните. Ирина Николаевна, мы сейчас с вами говорим, скажем так, о людях хороших и о делах, в общем-то, добрых. Скажите, а вы сами когда-нибудь с мошенниками сталкивались? Вот вас лично пытались обмануть? Или ваших близких людей? Это, как правило, телефонные мошенники. То есть, ну, напрямую нет, конечно, нет. Я к чему это говорю? Потому что вот в сложные времена, которые мы сейчас, безусловно, переживаем, вот эта категория, ну, граждан так их назовем, она обычно активизируется. Вот буквально на этой неделе я лично столкнулся с людьми, которые пытались попасть в подъезд моего дома, представляясь сотрудниками пожарной службы. Да вы что? Да, то есть, когда я им задал вопрос, а вы из МЧС, они смутились и в итоге ушли. И нивелировались, да? Да, и нивелировались, да. Соответственно, появились звонки на домашние телефоны людей, которые представляются самыми разными организациями. И вот в этой связи даже в обычные времена очень часто мошенники стараются представиться работниками службы социальной поддержки. Службы, которые так необходимы нашим гражданам, да? Службы, которые так необходимы. Но почему, тоже понятно, потому что им доверяют, потому что от этих людей не ждут зла, от них ждут только добра. Плюс эти люди, вы сами только что сказали, они могут совершить покупки, они могут заплатить за квартиру и так далее. Вот по вашему экспертному мнению, как сделать так, чтобы пожилые люди, чтобы люди с ограниченными возможностями не стали сейчас жертвами? Этого бы очень не хотелось. Я прошу прощения, сейчас у нас звонок, а потом мы ответим на тот вопрос, который я вам сейчас озвучил. Говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, представьтесь только, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Ольга. Ольга. Да, у меня вот такой вопрос. У нас в семье дедушка, ветеран, и очень переживаю в связи с режимом самоизоляции, каким-то образом ветераны будут ли в этом году поздравляться, может быть, какие-то там мероприятия для них, потещения на дому. Потому что мы вот смотрели, телевидение регулярно показывает все это, что до режима самоизоляции все к ним приезжали, дали подарки, ну, то есть какое-то внимание проявляли. А вот как сейчас планируется из этой ситуации выходить? Ждать нам каких-то гостей, подарков или инфраструктуры? Ольга, спасибо за актуальный, в общем-то, вопрос. Ну, вы знаете, как на сегодняшний момент приостановлено посещение у нас ветеранов, наших уважаемых и любимых ветеранов. Сами понимаете, в связи с чем это вызвано у нас, наша приостановка, опять же, это только исходя из интересов, из интересов наших дорогих и любимых граждан. Как только будет снят режим самоизоляции, обязательно будет связываться с каждым ветераном. Ни один ветеран у нас не останется без внимания. Каждый получит медаль юбилейную к 70-летию победы. Если вы еще не получили, то обязательно вручат вашему ветерану. Соответственно, будет организовано его поздравление с нашими праздниками. Ждите звонка. В общем, ветераны не останутся без внимания? Нет. Это однозначно. Ирина Николаевна, и вот вернемся к тому вопросу, который я озвучил до звонка в студию. Как не стать жертвой мошенникам того же ветерану, человеку пожилому с ограниченными возможностями? Ну, здесь мы максимально постарались предотвратить такие ситуации. Начнем с того, что наш волонтер получает справку о том, что он может передвигаться по городу и обеспечивать исполнение этих заявок. Это раз. Во-вторых, обязательным условием является, что у него будет всегда с собой паспорт, подтверждающий удостоверение личности. Гражданин, который у нас позвонил на горячую линию и попросил принести ему продукты, может получить фамилию, уточнить фамилию волонтера, который обеспечит его заявкой. И следующий момент. У нас с вами есть, так сказать, код, пароль. Это номер заявки, который знает всего лишь три человека. Это оператор нашего кул-центра. Это волонтер, который получает заявку. И, соответственно, наш заявитель. Поэтому при звонке нашему заявителю волонтер говорит, допустим, Мария Ивановна, давайте с вами проверим, ваш номер заявки такой-то и называет номер заявки. Соответственно, Мария Ивановна подтверждает, да, мой номер заявки такой-то. Эту заявку, опять же, повторюсь, знает только три человека. Если номер заявки называется не тот, соответственно, это можно считать мошенничеством и не отвечать на телефон и не открывать дверь такому волонтеру. В общем, главное – это номер заявки и обязательно предварительно позвонить всем незнакомым людям лучше. Да, обязательно. Уточните фамилию. Если есть сомнения, пожалуйста, перезвонить на телефон горячей линии и сказать, вот ко мне обратился такой-то гражданин, тому ли вы гражданину отдали на исполнение мою заявку. Опять же, сверить фамилию. И волонтеры всегда есть паспорт. Это очень важно. Почему? Потому что пожилые люди, они иногда бывают скромные, очень доверчивые, и они боятся обидеть недоверием. Это еще с тех времен идет, вот эта черта, и ей, к сожалению, пользуются. Пожалуйста, не бойтесь уточнять вопросы, которые вас волнуют. Ирина Николаевна, еще один интересный вопрос. С 1 января в Самаре действуют дополнительные меры поддержки для медработников. Их утвердили по муниципальной программе, которая действует с 2020 по 2024 год. Вот сейчас это особенно важно в нынешних условиях. Какие основные пункты этой программы? Значит, в рамках национальных проектов, в рамках посланий президента и, соответственно, губернатора нашего, с 1 января на территории городского округа Самара действует муниципальная программа сохранения и укрепления общественного здоровья. В рамках этой программы предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий медицинских работников. К этим категориям относятся у нас врачи-участковые педиатры и врачи-участковые терапевты, и, соответственно, медсестры, работающие с ними. Программа рассчитана на 5 лет у нас, то есть с этого года по 2024 год включительно. Основной целью этой программы является привлечение в поликлиническую сеть, то есть первичное звено врачей. Меры, к сожалению, пока только три нами сейчас утверждены. Это уже здорово. Да, это уже здорово. Меры, я считаю, очень достойные и хорошие. Первая мера – это дополнительная денежная выплата молодым врачам, молодым специалистам, врачам в размере 5000 рублей, а медсестрам в размере 3000 рублей. Дальше у нас предусмотрена мера – это компенсация за оплату частного детского сада для того, чтобы сотрудник медицинский мог выйти раньше на работу по исполнению ребенку полутора лет. Это очень хорошая поддержка. Да, тоже компенсация у нас не менее 5000 рублей, извиняюсь, не более 5000 рублей по договору именно в частных детских садах. И еще у нас есть очень мера, я тоже считаю, что она достаточно актуальна. Это компенсация арендной платы врачам и медсестрам, проживающим и работающим в удаленных районах. У нас это Куйбышевские и Красноглинские районы. Учитывая их удаленность и территориальную разрозненность, мы готовы компенсировать арендную плату за жилье тем сотрудникам, которые работают на территории этих районов. Ну как здорово! Это просто очень... Да, тоже плата у нас составляет не более 12 тысяч рублей в месяц. Но я считаю, что это очень хорошая мера поддержки. Ирина Николаевна, одна минута буквально осталась. Вот что нужно для того, чтобы получить эту помощь доктору или медсестре? Да, ну опять же напомним, что сейчас у нас действует режим самоизоляции. И прием ведется только по предварительной записи. Хочу сказать, что данную программу мы презентовали в Министерстве здравоохранения. Дошли до многих поликлиник, там рассказывали о своей программе. Сейчас у нас уже, в общем-то, есть обращение и немало обращаются. Но в связи с приостановкой, пожалуйста, как только у нас будет снят режим самоизоляции, мы всех ждем. В районных отделениях Центра социального обеспечения и мер поддержки. И также в любых отделениях МФЦ. Ну что ж, большое спасибо за интересную и содержательную беседу. И надеюсь, что мы с вами здесь увидимся еще не один раз. Потому что работа, которую ведет ваш департамент, чрезвычайно важна, на самом деле, для всего города. Напоминаю, в нашей студии была Ирина Гриднева, заместитель руководителя Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. Помогайте людям. Удачи в делах. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин